В некоем месте жили два брата земледельцы. Один богат, другой убог. Богатый много лет сужал убогого и не мог наполнить скудости его. Пришел однажды убогий к богатому просить лошади дров привезти. Брат же не хотел давать ему лошади и сказал ему, много тебе брат сужал, а наполнить не мог. А когда дал ему лошадь, убогий начал у него хомут просить. И рассердился на него брат, начал поносить его убожество. Даже своего хомута и того у тебя нет. И не дал ему хомута. Пошел убогий от богатого, взял свои дровни, привязал за хвост лошади, поехал в лес и привез ко двору своему. Ударил лошадь кнутом, а забыл выставить подворотню. Лошадь изо всей мочи бросилась через подворотню с возом и оторвала себе хвост. Убогий привел к брату лошадь без хвоста. Брат, увидев, что лошадь его без хвоста, начал поносить своего брата убогого за то, что, выпросив лошадь, испортил ее. И не взял в лошади, пошел бить на него челом в город к шемяке-судье. Убогий, видя, что его брат пошел бить на него челом, пошел за братом своим, ведая, что если он сам не пойдет, то за ним из города пришлют и придется за проезд приставом платить. И пришли оба к некоему селу, не доходя до города. Богатый пошел ночевать к попу того села, ибо был ему знаком. Убогий пришел к тому же попу и, придя, лег у него на палатях. А богатый начал рассказывать, что случилось с его лошадью и ради чего идет он в город. И потом начал поп с богатым ужинать. Убогого же не зовут к себе есть. Убогий начал с палати смотреть, что поп с братом его ест, и сорвался с палати на зыбку и удавил попова сына до смерти. Поп также поехал с братом в город бить челом на убогого о смерти сына своего. И пришли к ограду, где жил судья. Убогий же шел за ними. Пошли через мост в город. Некий житель того града вез под мостом по рву отца своего в баню мыться. Бедняк же, зная, что будет ему погибель от брата и от папа, решил себя смерти предать и бросился прямо с мосту в ров, желая расшибиться до смерти. Бросившись, упал на старика и удавил отца до смерти. Сын схватил его и привел к судье. Он же стал думать, как бы избегнуть напасти и что бы такое дать судье. И ничего у себя не найдя, взял камень и обернул его в платок, положил в шапку и встал перед судьею. Принес богатый брат челобитную исковую на убогого и начал на него бить челом судьей шемяки. Выслушал шемяка челобитную и сказал убогому, отвечай. Убогий же, не ведая, что сказать, вынул из шапки завернутый камень, показал его судье и поклонился. Судья же понадеялся, что ему от убогого будет посул и сказал брату, коли он у лошади твоей оторвал хвост, так ты у него лошадь своей не бери, пока мест у нее не вырастет хвост. А как вырастет хвост, тогда лошадь свою возьмешь. Потом начался другой суд. Поп бил челом судье, что убогий у него сына удавил. Убогий также вынул из шапки завернутый камень и показал судье. Судья же, видев то, что он опять сулит ему узел злата, и сказал папу, коли он у тебя ушиб сына до смерти, так ты отдай ему свою жену попадью, пока мест не приживет он тебе с нею ребенка, тогда возьми у него попадью и ребенка. И начался третий суд. Убогий опять показал судье завернутый в плат камень. Судья же решил, что ему сулят третий узел и сказал тому, у кого был убит отец. Взойди на мост, а убивший отца твоего встанет под мостом. И ты бросься с моста на него и убей его так же, как он убил отца твоего. После суда истцы вышли соответчиком из приказа. Начал богатый просить у убогого свою лошадь. Убогий же ему сказал, по судейскому приказу, как у нее хвост вырастет, так и отдам тебе твою лошадь. Брат же богатый дал ему за свою лошадь пять рублей, чтобы ему и без хвоста отдал. Он же взял у брата своего пять рублей и отдал ему лошадь. Тогда стал убогий просить у попа по судейскому указу попадью. Поп же начал ему бить челом, чтобы у него попадье не брал. Он же взял у попа десять рублей. Тут убогий начал и третьему истцу говорить. По судейскому указу я стану под мостом, ты же зайди на мост и на меня бросься, как я на отца твоего. Он же размышлял сам собою. Брошусь, а если его не убью, а сам расшибусь. И начал с ним мириться, дал ему мзду. Так убогий со всех троих себе взял. Судья же выслал человека ко ответчику и велел у него взять три узла, которые он показывал. Человек судьи начал у него узлы просить. Да и, дескать, то, что ты из шапки судье показывал в узлах. Он велел у тебя то взять. Убогий же вынул из шапки завязанный камень и показал. Человек стал ему говорить. Чего ты камень показываешь? Ответчик же сказал. То я и судье показывал. Для чего же ты камень показывал? Я потому ему камень показывал, что, кабы он не за меня судил, я бы его тем камнем зашибил. И пришел человек и сказал судье. Судья же, слыша то, сказал. Слава Богу, что я за него судил. Если бы я не за него судил, он бы меня убил. Потом убогий вернулся в дом свой, радуясь и хваля Бога. Аминь.